Когда я заканчивал школу, то отец мне сказал, что самая лучшая профессия – это профессия врача. Я бы очень хотел, чтобы ты был врачом. Он не просто исполнил мечту отца. Медицина стала смыслом всей его жизни. Сразу после школы он поступает в Благовещенский мединститут и после продолжает в нем работать. Защитил несколько диссертаций по фармакологии, получил несколько ученых в звании. А в 1986 году стал ректором Амурского медицинского вуза. Даровских за его исследования и открытия высоко ценили в научных кругах. И не только в России. Его имя знали во многих странах мира. Кембриджский институт назвал «Человеком года» в 1998 году. Множество наград всех перечислять не буду, но заслуги перед Отечеством, четвертой степени. На выставке, посвященной Владимиру Даровских, представлены не только фотографии и его научные труды. Здесь его медицинский халат, очки, рабочие записи и даже небольшая баночка кофе, которую он очень любил. Экспозиция получилась небольшой, а ведь рассказывать о нем можно часами. Благодаря ему в лихие 90-е мединститут не закрылся, а продолжил свою работу. О Даровских не случайно говорили, что он мог решить любую проблему. Благодаря ему наша академия в свое время, в тяжелые годы, она выстояла, 90-е особенно, мы все время получали зарплату. Как-то он смог найти какие-то пути, чтобы все-таки студентов мы принимали, студенты учились. У нас опоснули на 9-8 общежитий. Студенты все обеспечены общежитиями, даже семейные студенты. И всеми вопросами он занимался. Выставка, посвященная памяти Владимира Даровских, это большой проект к 165-летию Благовещенска. В его рамках будут подготовлены тематические встречи, выставки, публикации о почетных жителях города. Всего таких историй будет 66 по числу людей, которым присвоено это звание. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.